начать подключение ребята друзья подписчики зрители и все кто смотрит это видео сегодня я затрону очень важную для меня тему наверное интересную для тебя ведь наверняка кто-то из вас часто задавался вопросом а как озвучивать аниме вообще сложно ли это какие там есть свои плюсы минусы что я получу если начнусь заниматься буду ли я зарабатывать в конце концов или не будут зарабатывать ничего сегодня в выпуске шаровых диалогов я вам расскажу о плюсах и минусах озвучки аниме подписывайтесь ставьте лайки мы начинаем давайте начнем с хорошего с плюсов самый первый плюс и наверное самый приятный плюс это всенародная любовь если озвучиваешь хорошо то рано или поздно тебя начинает любить люди тебя начинают замечать тебя начинают собственно звать твою озвучку хвалят она нравится людям и это греет тебе душу тебе пишут много приятных отзывов готовы тебя облизывать с головы до пяток и так далее кстати на днях меня позвал один фанат игры геншин импакт озвучить парочку персонажей для его проекта с русской озвучкой персонажей проект небольшой на канале всего 5000 подписчиков но вместе с вами я думаю мы можем собрать довольно таки много просмотров я поделюсь этим роликом у себя в сообществе и надеюсь вы посмотрите когда он выйдет если там все будет хорошо все сложится ждите сейчас я говорил о хорошей озвучке что же с тобой будет если ты делаешь это плохо это у нас друзья первый минус если ты делаешь озвучку плохо то каждый сочтет своим долгом написать тебе что ты озвучиваешь неправильно что персонажи неестественные что ты как будто озвучиваешь в туалете и так далее куча подобных комментов я встречаю каждый день вы будете встречать каждый день это нормально но тем не менее они есть они портят себе настроение демотивируют и это несомненно один из первых минусов второй плюс это то что твоим голосом говорят тысячи персонажей интересные харизматичные классные персонажи говорят твоим голосом это несомненно очень круто приятно и как-то вдохновляет ты можешь сказать прикладываешь свою руку к его созданию и в конце концов становишься к нему ближе сразу здесь же минус эти тысячи персонажей которых ты озвучиваешь сильно тебя изматывают у каждого ведь своя история своя ситуация своя интересная личность в которой нужно разобраться еще попробовать понять пропустить через себя его переживания а уже потом озвучить и когда этих персонажей тысяча ты сильно себя изматываешь и это минус друзья потому что найти столько сил может далеко не каждый в себе и многие люди поэтому как бы перегорают есть такой термин перегорания в озвучке он тоже есть я думаю когда просто тебе тяжело ну тяжело тебе делать потому что ну вот тяжело просто тяжело иногда голос просто под персонажа не подходит иногда ты не можешь его понять а понять надо потому что иначе тебе не его не озвучить а люди уже как бы рассчитывают на твой голос и чтобы им нравилось ты должен это все распробовать и пропустить через себя третий приятный плюсик это конечно же денежки если твой голос востребован он нравится людям и все хотят его слышать естественно к тебе будут обращаться за заказами у тебя будут просить поздравления с днем рождения озвучить рекламный текст озвучить игру озвучить аудиокнигу и так далее ты конечно же бесплатно это делать вряд ли будешь потому что это большой таки все-таки труд и чем дольше ты озвучиваешь тем сильнее ты это ценишь и ты задвигаешь цену за свой труд у каждого цена своя у меня цена тоже своя но суть в том что озвучку у тебя заказывают ты ее делаешь и ты зарабатываешь деньги и иногда эти деньги довольно таки неплохие главное не за пять рублей озвучивать заказы и даже не за 50 опять же минус вытекающий из этого пункта это то что первое время пока ты учишься развиваешься ты работаешь в стол ты делаешь озвучку которую посмотрят десять человек пять человек я начинал с этого другие люди начинали с этого может быть не каждый но многие начинали именно с этого озвучка в стол это нормально для хобби для увлечения мы озвучиваем на нелибрии сейчас а для аудитории не монетизируя это все но у нас есть принципе аудитория но когда ты начинающий озвучивающих да у тебя нет аудитории у тебя нет заказчиков ты просто это делаешь для себя для души дальше уже если у тебя начинает все лучше лучше получаться ты идешь большую команду подаешь заявку проходишь и радуешься или не проходишь и расстраиваешься и растешь развиваешься четвертый плюс ты начинаешь разбираться в теме аниме ты знаешь где посмотреть даты выхода вторых сезонов ты знаешь где найти описание ты знаешь где узнать вообще о новинках где что как смотреть где когда что выходит где скачать где найти и так далее но тут же минус друзья ты знаешь все и люди к тебе тянутся например с вопросами а когда второй сезон франкса и тут ой оказывается ты знаешь далеко не все ведь это не студия а вопросов меньше не становится и тебе каждый день вопрос за вопросом вопрос за вопросом вопрос за вопросом ты уже не знаешь что с ними делать и как на них отвечать ты пробуешь их игнорировать ты пробуешь их банить они тебе вопрос за вопросом вопрос за вопросом это каждый божий день вопрос за вопросом случае с озвучкой аниме и не только аниме сериалов фильмов и так далее рано или поздно ты попадаешь в тусовку в определенную в определенный круг людей которые этим занимаются Давно, хорошо, возможно, которые сделали это давно своей профессией, а, возможно, это уже даже мэтры, дубляжа, например, и ты общаешься с ними на равных, потому что вы коллеги, вы коллеги, а ты вот недавно совсем смотрел в их озвучке что-то, еще сам ничего не озвучиваю, а теперь вы коллеги, работайте, общайтесь. Это своеобразный обмен опытом, интересные люди, интересное общение, и это тоже большой плюс, который поможет вам развиться и, в принципе, приятно провести время. В моем случае, например, это ребята из Анилибри и в будущем еще, надеюсь, различные актеры дубляжа. Это очень приятно, на своем опыте знаю и делюсь сейчас этим опытом с вами. Первое аниме, которое я смотрел, это DXD, Убийца Акамы и так далее, это были аниме в озвучке Анилибри. И сейчас, пожалуйста, общаюсь с Люпином, Сильф, мои кумиры были в свое время и сейчас остаются ими, есть чему у них поучиться, и в целом очень приятные люди, и классно с ними работать. Да и как и со многими ребятами из Анилибри, с которыми мы уже познакомились позднее, я просто сейчас перечислил яркий пример тех аниме, но довольно-таки старых, которые я смотрел в их озвучке, еще сам ничего не озвучиваю. Пятый минус — это творческий кризис. Вообще это характерно любой творческой деятельности, будь то написание произведений, озвучивание, рисование и так далее. Это определенные тяжелые моменты, когда у тебя отсутствуют идеи, когда у тебя нет какого-то выхода из ситуации, которая перед тобой появилась, и ты не знаешь, как ее решить, и тебе не хочется вообще ее решать. И в такие моменты ты можешь даже бросить свое увлечение. Хорошо, если на какое-то время. Иногда люди бросают его совсем. Если вы занимаетесь какой-либо творческой деятельностью, будьте готовы к тому, что рано или поздно у вас случится такая вот фигня, хреновина, называющаяся творческий кризис. И у меня такое тоже бывает несколько раз, возможно, даже за сезон, что это довольно часто. Ну, как-то я научился с ними бороться, потихонечку отхожу, нахожу вдохновение заново и продолжаю озвучивать для вас. Шаровые диалоги. Озвучивая аниме, ты можешь познакомиться со многими интересными произведениями, которые, возможно, ты бы даже никогда не посмотрел, если бы ты их не озвучивал. Потому что ты берешь аниме-сериал на озвучку, и дальше ты обязан его добить до конца, потому что как? Люди посмотрели первую серию с твоей озвучкой, и дальше ты их кинешь, ну, нехорошо, как это получается. И если этот сериал поначалу кажется чем-то непонятным, и к концу все становится интересно, ты начинаешь понимать сюжет только благодаря тому, что ты его озвучивал, и вначале ты, возможно, его дробнул, это тоже плюс. Помогает ознакомиться с произведением целиком и полностью, прочувствовать его, потому что, когда ты озвучиваешь, ты как-то больше проникаешься к персонажам, нежели просто смотря за ними. Ты можешь, когда смотришь, отвлечься, что-то там сделать, пропустить. А когда ты озвучиваешь, ты весь там, ты весь в этом процессе, и ты не можешь не упустить ни одной детали. Если ты его пускаешь, ты как бы, извини, хреново. Хреново ты поступил, если ты пропустил какую-то деталь. Короче, смотришь сериал, просекаешь их фишку, начинаешь кайфовать. Минус здесь же, если сериал тебе не нравится, и оказывается какой-то хренью, тебе надо озвучить его до конца, ты тащишь его из недели в неделю, озвучиваешь то, чего не хочешь, потому что люди уже привыкли к твоему голосу, ничего сделать нельзя. Все, привыкайте. Людям нравится всякое говно, и не всегда оно будет нравиться вам. Так и живем. Руководствуясь первым плюсом, если у вас все хорошо получается, ваш голос всем нравится, вы интересный человек, и вам есть что рассказать, чем поделиться, вы можете завести свой блог на ютубе, в тиктоке и так далее, в любой соцсети, и вести его. Люди к вам потянутся, потому что они вас любят. На этом можно тоже неплохо зарабатывать, привлекать к себе аудиторию, и в принципе у вас, у вашего голоса, появится лицо. Говорящее. За которым будет стоять ваш голос, но это лицо, облик вашего голоса, оно будет узнаваемо. И вас после этого могут начать узнавать на улице, подходить, брать автографы, спрашивать что-то, общаться, потому что вы будете людям интересны. Но запомните, у популярности есть обратная сторона. Обратная сторона заключается в том, что если вы кому-то, где-то, чем-то помешали, а это сделать очень просто, поверьте, то вас не оставят в покое либо очень надолго, либо совсем. Поскольку за вашим голосом теперь стоит уже и облик, вас довольно просто найти. И как минимум это может быть накрутка дизлайков и плохих комментариев. А как максимум заявление в полицию на вас, клевета и так далее, чтобы вас постоянно дергали, вызывали, мотали вам нервы и так далее. И что еще страшнее, это если вас поймали где-то в подъезде, на улице, люди, которые добра вам не желают. И сколько случаев, когда актеров, блогеров избивают, обливают кислотой и так далее. Это очень страшно, потому что людей в мире много. И все они разные. И некоторые из них, увы, не совсем в адеквате. Плюсик, который влияет лично на вас. Ваш голос во время озвучки развивается, потому что вы учитесь правильным интонациям, вы учитесь силе голоса, у вас становится голос сильнее, выносливее. Вы можете сказать в маршрутке «На следующий, пожалуйста!» И все люди на вас обернутся с круглыми глазами, будут смотреть «Это человек из рекламы», «Это человек какой-нибудь, я не знаю, из дубляжа, из озвучки». Классно! Люди просто будут течь по вас, по вашему голосу. Потому что я замечал, я замечал, другие актеры дубляжа замечали, что когда человек работает в профессии, которая прямо или косвенно связана с озвучкой, даже экскурсоводом, где надо много говорить, у них просто обалденные голоса. Их приятно слушать. Это ждет и вас, если вы будете активно, упорно заниматься озвучкой и длительное довольно-таки время. Жировые диалоги. Жирный такой минус, если громко и долго озвучивать, можно сорвать себе голос и потом несколько дней вообще не разговаривать. Если озвучивать не в своем диапазоне тоже очень долго, голос можно посадить и звучать он будет уже не так красиво, как мог бы звучать. Поэтому советую с этим быть осторожнее. Все в меру, друзья. Берегите себя и свой голос, потому что вред здоровью это минус и достаточно серьезный. Одним из плюсов озвучки аниме еще является то, что вы можете смотреть их самыми первыми, потому что для вас аниме-сериал только вышел, вы должны его озвучить. И более того, люди ждут, пока вы озвучите, чтобы посмотреть вот в вашей озвучке. То есть вы самые первые получаете на ручке материал, субтитрики и так далее. Да, кто-то может пойти скачать, сам посмотреть в субтитрах, но мы, как правило, делаем это быстрее. Если вас интересует вопрос, смотрю ли я в озвучке вообще, потому что я, получается, смотрю в основном в субтитрах, то да, смотрю. Если мне интересен какой-то сериал, который я не озвучил, смотрю в озвучке наших ребят, если она есть. Или же, если я сам озвучиваю этот аниме-сериал, пересматриваю, если мне интересно, как получилось. Если я выложился, постарался, мне интересно всегда посмотреть общую картину со сведением, с эффектами и так далее. Тогда тоже пересматриваю. Несомненно, смотрю. Или когда показываю что-то, сильф, тоже показываю. Мы же в нашей озвучке, наверное, смотрим, если она есть. То что-то я показываю, например, из того, что я озвучивал. Что-то показывает, что она озвучила. И вот так вот мы смотрим. Смотрим, конечно. И актеры дубляжа смотрят. Конечно, не буду отрицать, что происходит своего рода профессиональная деформация, когда ты уже оценивающе смотришь. Ты не пытаешься понять сюжет фильма, а ты слушаешь. А кто же там озвучил? А как он озвучил? А как он эту эмоцию сделал? И так вот всегда. В принципе, десятый плюс, финальный, это то, что ты лучше начинаешь понимать жизнь. Как это ни странно. То есть, в озвучке у тебя своего рода включаются маячки, которые дают тебе подсказки о том, что сейчас вот не надо, лучше не стоит. Или, например, человек в хорошем настроении, ты это как-то тоньше начинаешь чувствовать. Озвучка тренирует внутри тебя вот это чувство другого, чувство эмоций у человека. И оно вот чем сильнее развито, тем лучше ты чувствуешь. Здесь же сразу перечислю минус. Со временем, поскольку ты уже начинаешь озвучивать серьезно, если ты до этой стадии доходишь, ты дальше начинаешь уже что? Все, почти многие актеры говорят, что берите и запоминайте моменты своей жизни, чтобы естественно и по-живому жизненно их отыграть. Вот, например, едешь ты в маршрутке, кто-нибудь там обсуждает что-то по телефону, с кем-то ругается, а ты сидишь, и ты вроде бы не хотел слушать этот диалог, вроде бы как-то не хотел вникать, но не твое-то дело, а ты сидишь и слушаешь, а с какими эмоциями, как же он ругается. Люди такие охеренные актеры, когда они пытаются что-то играть. В естественной жизни этого полно. Нас окружают сплошные естественные диалоги, слушая внимательно которые, ты учишься сам так разговаривать, но ты-то учишься так разговаривать не в жизни, а в озвучке. Шаровые диалоги. Так, плюсы у меня закончились, чередовать больше не с чем, погнали еще минусы. Только попробуйте задержать серию. Вы не представляете, насколько это страшная вещь, когда оголодавшая толпа в комментариях требует от вас серии, иногда требует вежливо, иногда переходит на оскорбления, потому что людям они вас не знают. Они не представляют, что вот у тебя сегодня, например, весь день была работа, а вечером ты захотел вздремнуть, блин, поспать, отдохнуть. Они скажут, что где моя серия? Я ждал сегодня вечером. Почему ты не сделал? Ты должен был плюнуть на все и сделать для меня эту серию. Люди такие, да, они не знают о вашей работе, о ваших делах и так далее. Они не знают, что вы поехали картошку на дачу копать и сегодня серия не выйдет. А когда узнают, они как бы говорят, ну, чё ты, ну, некоторые не проникаются, некоторые, много, причём большинство не проникает. И это зрители, это ваши зрители, привыкайте, ребят. Они абсолютно везде. Не задерживайте серии. Относитесь к этому делу ответственно. Либо ищите замену на свой голос, чтобы, если что, какие-то были претензии, сказать, извините, я уехал отдыхать, но серия вышла, чтобы вы могли посмотреть. Люди всё-таки ждут серию, да, подводить их нехорошо. Поэтому обычно всегда стараемся, если куда-то едем, что-то делаем, всегда стараемся взять с собой оборудование, кучу сумок дополнительных, лишь бы озвучить вовремя, чтобы всё вышло. Десятый минус, который может вам грозить, а может не грозить, зависит от того, где вы живёте. Если вы живёте в квартире, многоэтажного дома, то познакомьтесь со своими соседями. Вы их будете бесить каждый день своей озвучкой. Ведь если вы хотите озвучивать серьёзно, вам нужно выкладываться на полную. А если вы выкладываете на полную, вы орёте, вы визжите. И самое прикольное, как по мне, это когда вы кричите на всю квартиру «Помогите!» «Спасите!» «Чё-нибудь там такое!» И люди могут вызвать даже скорую полицию вам, потому что подумают, что что-то не так, если вы слишком хорошо это делаете. Осторожнее с этим. Да. Бывают такие истории. Короче, соседи вас возненавидят. Шаровые диалоги. Ну и на сегодня у меня всё. Плюсов, как вы видите, оказалось меньше, чем минусов. Но знаете, что я скажу? Некоторые плюсы для меня готовы перекрыть все минусы. Абсолютно. Потому что озвучка всё-таки это такой вид творчества интересный и необычный, в котором ты не можешь потерять энтузиазм, потому что очень много разных персонажей, очень много ситуаций. Они постоянно меняются. То есть нельзя повториться. Ну, бывают случаи похожие, но чтобы прям постоянно одно и то же, этого не будет в этой профессии, потому что она тема уникальна, тема интересна, что каждый персонаж требует своего подхода, который ещё нужно поискать. Спасибо за просмотр данного выпуска шаровых диалогов. Я надеюсь, вам было интересно. Это была своеобразная рубрика внутри рубрики про озвучку аниме. Если вас интересуют ещё какие-либо вопросы, которые я мог бы рассказать в ролике, пишите их в комментарии. Самые интересные я выберу и сделаю из них ещё больше роликов, которые вы будете смотреть, надеюсь, лайкать, комментировать и подписываться на меня, если вы этого ещё не сделали. Всё. Всем сао! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok